Всем большой привет! Сегодня покажу вам заказ от компании Avon. Было много парфюмерии. Давайте с вами посмотрим, что конкретно я заказала. А заказала я очень много красоты, очень много красивых флакончиков. Где же еще не показать вам, как вот на травке, чтобы все это так сияло, чтобы все очень хорошо было видно. Итак, с чего начнем? Софт маск Лайли, Лилия. У нас этот флакон был по распродаже, и, конечно, я его ухватила. У меня есть такой уже один флакон, свой. Мне нравится он для настроения, я иногда им пользуюсь. Чем он пахнет? Это лилия, да. Но такая лилейность здесь немного перемешанная с лотосом. Как бы даже, знаете, цветок лотоса есть, да? Вот он такой свежий, чистый, кристальный. И в перемешку с лилейностью, и как будто этот аромат еще и замыливается немножко. Но все-таки иногда вот хочется что-то такого чистого, прозрачного, свежего. Крышку не открою, наверное, но он и так, я помню, как пахнет. Я их, конечно же, сейчас еще себе напомнила, брызнула. Аромат на лето я бы порекомендовала. Ну и вообще на все сезоны, мне кажется, когда вот хочется такой цветочности какой-то, вспомнить лето-зимой, да, лилию, кто любит лилию. Обязательно возьмите этот флакон, кто любит лилию. Здесь нарисована даже еще орхидея, но орхидея у нас, по-моему, орхидея здесь нарисована. Я не пойму, но лепестки какие-то розовые, да? Возможно, и не орхидея. Красивый, нежный, полупрозрачный. Мне кажется, и девчонкам подойдет, подросткам. Он такой шлейфовый, достаточно комплементарный будет. То есть его люди, другие слышат от тебя, что он такой, на тебе усаживается какой-то именно букетом лилий. И, ну, аромат, подтон порошка есть, да, вот этой чистоты, аромат какой-то чистоты, я бы так сказала. В общем, он мне нравится, и я думаю, что его снимают, и по такой цене грех было не взять. Такие снятости я люблю, они всегда у нас ценятся, ну, и как память, ну, и вообще просто, кто любит, да, например, если спросят, у меня такой аромат, то, пожалуйста, я его предоставлю. Следующий парфюм Local Nature Almond. Это у нас миндаль. Я его получила как презентик, ну, по небольшой такой комплементарной цене. Вот, крышка мне у него нравится в эко-стиле, такая деревянная. Я такие флакончики продала в свое время. Вот сейчас вот начинаю их опять собирать, потому что захотелось. Вот у меня, да, такой вот характер. Иногда не хочется пользоваться. Избавляешься от парфюмерии, а потом начинаешь вспоминать. Поэтому я всегда, как бы, знаете, коллекционирую, что ли, парфюмы, чтобы у меня вот по флакончику стояло на долгое-долгое время. Вот подойдешь к нему, да, и вспомнишь этот аромат. Все-таки иногда скучаешь. И вот этот аромат, мне больше всех из тройки понравился. Вот этот миндаль здесь у нас пахнет, вы знаете, таким цветущим деревом миндаля. Я бы сказала, не просто здесь ореховый миндаль, да, вот этот вот такой макаронный запах, да, как пирожные макароны. Нет. Здесь такой именно аромат цветущего миндаля, дерева. И есть деревяшистость в нотках. Ну, мне так ощущается, да. Ореховость, конечно же, есть, но вот она такая в перемешку с цветками. В перемешку с цветками. Как сказать, ну, вот этого кустарника, дерева, да. Мне нравится стиль этих флаконов. Очень необычный. Там пластик внутри, но сверху это дерево. Очень классный. Он и не сладкий, а именно какой-то, даже есть лимонадная нотка здесь есть, там. Каких тут... Не могу объяснить. Интересный аромат. Нечистый миндаль, нет. Вот, мне кажется, пахнет так цветок именно миндаля, когда цветет дерево. Интересный. Ну, он такой сладковатенький, но и ореховый нотка прикольная здесь играет. В общем, довольна, что его заполучила. Следующий аромат Ив Бекам. Ив Бекам, да. Вот такой красивущий флакон я, конечно, когда открыла, но это просто. Ну, это просто произведение искусства, да. Девчонки, ну, посмотрите на солнце. Я не знаю, это бабочка порхает. Действительно, постарались на славу, так скажем. Бабочка резная такая. Ой, ну, флакон просто божественный, я не знаю. Я в свое время, да, говорила за флакон, и я за полторы тысячи брать этот аромат не буду. Да, я его не брала. Вот, солнышко вышло. Я тут сижу. Вот, смотрите, у меня там грядки. Вот такая красота. Блин, как показать. Вот. Как показать, как он играет, а? Вот этими своими гранями. Я обязательно сниму шутс на него, но это просто. Это просто, я не знаю. Вот. Я вся, я в шоке. Эривон, как ты так смог сделать флакон? Ну, это же какой-то, я не знаю. С двух сторон ведь он резной. И вот крышка тоже классно. Посмотрите, как он держится, а? Ну, я не знаю, шедевр какой-то. И у меня нет слов. Так, давайте об аромате уже. Я просто не могу налюбоваться. Надо же мне как-то эстетическое, да, удовольствие проявить. Этой красоты. Что в аромате я слышу? Я даже вот нотки не читала. Вот, честно, я никогда не читаю ноты. Я хочу свое восприятие об аромате вам рассказать, как я его слышу на коже. Вообще никакие ноты, никаких ароматов я не читала. Итак. А здесь пыльные персики для меня, девчонки. Пыльные персики. Ну, конечно, это не как в Пьеррико Ама-Тосканы, да. Есть у меня такой аромат Ама-Тосканы. Там пыльные персики, но они очень такие припыленные, без всякой сладости. Этот, конечно, со сладостью. Такой, скорее, компотный персиковый. Очень насыщенный персиковый компот, я бы сказала. Ну, и припыленный немного. Сладость есть, но она небольшая, прям деликатная. Летний, конечно же, аромат. Аромат летний. Красивый. Кому я порекомендую, тоже девчонкам даже подойдет, вот подросткам, ну и тем, кто любит фруктовые ароматы, конечно же, в первую очередь. Это такие сладковатые, компотно-фруктовые. Ну, они такие, знаете, ненавязчивые. Я не знаю, будет ли он шлейфовым. Пока, не знаю, не носила. Как бы у меня есть сомнения, что не будет. Потому что он такой прям легкий, нежный. Но красивый. Блин, красивый вообще. Я рада, что его схватила, потому что сейчас у него цена 1259 по каталогу. Ну, минус скидочка. Это приятно. Это приятно, поэтому... Ну, вот как не взять. Вот. Рассказала о своем ощущении, и когда у меня появятся в доме персики, я обязательно сниму шоц на этот аромат. Так. Следующий аромат. Wonder. Today Tomorrow is. Тоже красивый. Но это флакон, конечно, более сдержанный. Это флакон уже такой, знаете, для дам. Немного строгих, да, соблюдающих дресс-код на каблучках. Для них Эйвен создал аромат лета. Аромат тоже фруктовый. И вы знаете, сейчас я больше всего здесь почувствовала не персики, а маракуйю. Это же маракуйя, девчонки. Это чистая маракуйя. Он очень красивый. Вот первые нотки, первые нотки очень фруктовые. Вот такие именно фрукты забугорные, да, с острого, с какого-нибудь, в общем, маракуйя. Персики есть, абрикосы есть, но они как-то вот под маракуйей все находятся. В общем, это уже, да, кстати, вот и в бекам я почувствовала, что тут немножко, даже, да, подбродившие, что ли, персики, чуть-чуть, легко и припыленные. А здесь яркий фруктовый маракуйя-персиковый компот в перемешку, конечно же, со свежестью. Со сладостью, с терпкостью какой-то чайной. В общем, на лето. Я вижу его только летом. Это вот именно из этой серии, да, вот обычно у нас из этой серии такие ароматы немножко такие строгие, лаконичные, да, все сезонные, можно сказать. И вот Эйвен решил выпустить именно для лета. Ну, так же, как вот и в Бекам, он для лета, наверное, выпустил в этой линейке, хотя у них все, мне кажется, такие летние. Зеленый тоже такой летний. Ну, нет, не все. Зеленый, наверное, более весенний, да. А этот именно летний. Ну, это я так вижу. Тоже красивый флакон, но вот я уже сказала, как я его вижу. И с этим флаконом мне пришел в подарок маленький еще флакончик, 10 миллилитров, и у меня девушка его уже отобрала. Потому что тоже первые нотки, конечно, они с ног сшибательные. Просто такой взрыв. Вот этот фруктовый, просто такой вкусный, вкусный. Не знаю, замечательно сделан, и Эйвен меня порадовал. Молодцы. Классный аромат. Вот в стиле, знаете, люксовом, даже я сказала бы, в люксовом стиле, такой, знаете, немножко все в меру. Все в меру, все классно. Итак, продолжим. Следующий аромат от серии Лак, из серии Скорей Лак Элсо Лапт. Тоже такой красивый. Голубой мне меньше понравился, сразу скажу, потому что он свежий, и мне бьет какая-то вот мужская нота. Ну, все равно он приятный, конечно, но немножко не в моем вкусе, в общем. Так, а вот этот такой, знаете, в духе, да, лак действительно сладкий, и знаете, какие у него красивые ноты. Мне ощущается розовое варенье, варенье из роз, с нотками малины, и оно именно немножко такое забродившее вареньем, чуть-чуть, ну, то есть с алкогольной какой-то ноткой, ну, прям слегка-слегка, то есть ее можно и не ощутить, но она придает такую сладость, томность аромату. Флакон тоже очень красивый, интересный. А крышки, конечно, вот эти вот открытые, не очень люблю, но все же. Ну, знаете, что-то нетривиальное такое, совершенно непримитивное, что-то такое свое. Вот Эйвен в этом плане молодец, они делают очень красивые флаконы. Ну, и вот Фаберлик тоже, ну, и Арифлейм, да, а вот Ифраше почему-то какие-то однобойкие, что ли, однотипные флаконы делает. Вот все-таки когда разные флаконы, они, ну, не знаю, по настроению хочется, тянется к ним рука. Вот он такой именно, да, леденцово-розовый и вот это вот вкусное розовое варенье, варенье из лепестков роз. Красивый, красивый. Солнышко сегодня прям мне подфортило. И Спландория тоже решила взять его в большом формате. Десяти миллилитровки есть, но не радует глаз, так скажем. Захотелось в коллекцию именно вот такой сиреневый. Тоже красивый флакон. Посмотрите, какой цвет. Прям чисто фиолетовый, с отливом, с каким-то таким перламутром, желтый венчик, назовем так, желтый крышка. Казалось бы, вообще несочетаемые, да, несочетаемые вещи. Фиолетовый, желтый, хотя наоборот, может быть, фиолетово-рыженький какой-то такой. Возможно, и сочетается. Не знаю, но все равно необычный какой-то цвет, оттенки необычные здесь. И что я слышу? Ну, это в духе фары теплый, в восточном стиле, сладковатый, винный, гурманский, с нотками сливы, ягод каких-то еще. Он и не сильно сладкий, но и не сильно специевый, такой очень приятный. кислинка какая-то здесь присутствует. Ну, интересно все равно ароматы и коробка у него в духе восточном, да, в таком. Вот, аромат мне тоже понравился. Все ароматики классные. Давайте смотреть, что еще у меня лежит в коробке. Много еще что разобрали. Взяли у меня лилию, ой, не лилию, софтмаск, другой желтенький был под заказ и маск мужской был под заказ. Их уже собрали, я отдала. Здесь фуллспид водичка. Частенько просто мне ее спрашивают, заказывают, поэтому взяла, потому что знаю, что спросят. Поэтому взяла. Так, что в наборе было? Ладно, давайте дойдем, что попадается под руку, а попадается под руку вот такой большой гель. Взяла я таких наборов три. Один гель у меня уже забрали. Это у нас истинная роскошь. Крем-гель с ароматом белого персика и ванильной орхидеи с маслом макадамии, с натуральными экстрактами. Упаковка подходит для переработки 500 мл. красивый перламутровый такой золотисто-бежевый. Пахнет таким, знаете, замыленным персиком, тоже каким-то порошковым. Вот. Ну, вкусненький, приятненький аромат. И в этот набор у нас входил еще спрей. Вот спрей, кстати, я не помню, как пахнет. Кремовая фиалка. давайте напомним. Так. Какой-то жвачный даже аромат. Сладко-жвачный. Вкусненький. Тоже такой фруктовый. То ли у меня уже все запахи перемешались, в общем. Так, а если вот в крышечку брызнуть? Ну да, здесь такое же фруктово-жвачное. Почему фиалка? Именно кремовая, да? Наверное, здесь напоминает, возможно, крем от торта, да, что-то есть такое сливочное, ванильное. Кстати, крем я еще чувствую и в такая нотка. Забыла просто о ней сказать, но я ее прям чувствовала хорошо, как вот здесь вот тоже в эту ванильность, да, я чувствую. Вкусненький, приятный, очень приятный аромат. Такой пластиковый флакон. И сколько у нас здесь сто? Наверное, да, сто миллилитров. Тоже такой красивый, фиолетовый, в спландоре очень даже к спландоре подходит. Вот так дарить на подарок. Очень даже миксуется классно. Так, у меня таких два. Соответственно, спрейчка. Солнышко вышло. Так, каталог. Не знаю, что у нас тут интересного. Наборчик мне понравился. А так я пока не смотрела толком. Посмотрим. Если нужно полистать, пишите. Полистаем. Так, в набор Swander входило такое масло для волос. Сыворотка масляная. Ну, на кончике я ее, да, могу вполне использовать. Мне нравится, кстати, как пахнет от серии Advanced Techniques. Этому аромату уже лет двадцать. Точно, как я его помню. И прям ностальгия у меня, поэтому иногда аромату. Сейчас не чувствую, но я прям его помню. это типичный вот такой Эйвоновский уходовый аромат средств для волос. Тоже молодцы, разработали свой аромат для волос, который прям запоминается всем. И люди будут его помнить тысячу лет, этот аромат. Молодцы. Так, ну и аромат. А нет, у меня же три было. Три. Гель забрали. И набор с последней странички. Сюда входил интимное средство деликатное с экстрактом ромашки, очищающие для женской гигиены. И не только для женской. У меня вся семья им пользуется. Стоит на биде. любой я использую совершенно. Мне не принципиально, мне все нравятся. И люди мне тоже спрашивают. Соответственно, у меня три наборчика таких. Вот. И или четыре. Четыре. Значит, четыре я заказала. Так, сюда входил еще тоник очищающий для всех типов кожи. Три в одном. Он и очищает и тонизирует кожу. Вполне себе нормальный. Сюда входил крем для ног. Так, это у нас какой восстанавливающий для потрескавшейся кожи стоп. Ну, кремики пригодятся. Поэтому пусть будет. Не буду все вытаскивать. Сюда входил еще бальзамчик страубери клубничка и инкадесенс солейл. Так, что скажем по инкадесенс? Это такой легкий летний аромат желтоцветочный, но прям легкий, подсолнечный здесь ощущается. Да, и тоже сладость ванильную тоже я ощущаю здесь. Ну, то есть такой прям легенький, приятный ароматик. А, еще помадку мы с вами red. Да, вот такой вот оттенок. Не буду пока, наверное, его открывать, либо попозже открою. Так, 20... Нет, подождите, это у нас срок годности написано. Ну, в общем, не вижу я код. Вот такой бальзам для губ. Просто одной рукой я его сейчас не открою. Сейчас постараюсь открыть. Такой вот бальзам. Он очень насыщенный, как губная помада. Большими буквами, блин, написано Эй, мне это как-то не очень нравится. Ну, и вот такой оттенок, да. Red. Действительно красный. Ничем абсолютно не пахнет. Очень плотно, красиво наносится. Где лучше всего видно? Смотрите сами. Мне казалось, там бежевый идет в подарок, а тут оказался красный. Красивый, в общем. Вот такой у меня был девчонки заказ. В коробочке остались просто всякие там такие же средства для от наборов, да, которые я показала с последней страницы. Пишите, комментируйте. Спасибо за лайки. Всем добра и хорошего настроения. Пишите, что вы заказали. Пока-пока. Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok